Казахстанские реформы обсудили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Несколько панельных сессий были посвящены евразийской экономической интеграции. Участники дискуссии подчеркнули особую роль Казахстана в развитии этого регионального объединения. Подробнее в материале нашего собственного корреспондента в России Даны Нуржан. Казахстанский опыт глубоких экономических реформ стал предметом активного обсуждения на форуме. На открытии бывший министр финансов России Алексей Кодрин заявил, что казахстанская программа «Сто шагов» является успешным примером проведения структурных реформ. А дальше в ходе форума казахстанские инициативы еще не раз получали высокую оценку. Я просто был удивлен тем, что логика, концепция, даже содержание в этом документе, в этом выступлении совсем стыкуется со стратегией Китая. Развитие инфраструктуры, социальная направленность экономической политики, открытость в своей экономике. Вам повезло. Есть такой мудрый руководитель. Когда у него, обожаю, очень хорошее стратегическое чутье. Знает, куда страна должна идти. Иностранные бизнесмены отмечают мягкий инвестиционный климат Казахстана. В условиях глобальной борьбы за инвестиции Казахстан предложил зарубежным инвесторам хорошие условия для ведения бизнеса. Возможность размещать производство на территории страны, чтобы затем беспрепятственно торговать на всей территории ЕАЭС. Президент Назарбаев обладает глубоким видением и пониманием процессов, которые происходят в мире. Он раньше всех понял, какие возможности открывает евразийская интеграция между Казахстаном, Россией и Китаем. Конкурентноспособность экономики напрямую зависит от того, насколько быстро она адаптируется к новым условиям. Это один из важных тезисов, прозвучавших в ходе дискуссии. Погода на побережье Финского залива, где проходит форум, довольно изменчива. С утра здесь светило солнце, а к вечеру внезапно пошел дождь. Экономисты здесь шутят, что современная экономика также быстро меняется. Но Казахстану, говорят они, удается быстро и эффективно реагировать на все изменения. Евразийскую экономическую интеграцию здесь назвали главной движущей силой развития региона. Сегодня ЕАЭС – это рынок со 180 миллионами потребителей и объемом внешней торговли свыше 1 триллиона долларов. В рамках форума широко обсуждались возможности сопряжения ЕАЭС и экономического пояса нового шелкового пути. Казахстан находится в центре всех этих путей. Без Казахстана невозможно ничего интегрировать, просто потому что он находится, как говорится, в центре событий. Потрадно то, что Казахстан предпринял набор мер касательно улучшения бизнес-климата. Там «Сто шагов», «Нурлыжол». Нам кажется, что не просто получается, что Казахстан использует какие-то свои естественные преимущества, вроде географического положения, но и как раз развивается в том направлении, чтобы оставаться в центре интеграционных процессов в Азии. Участники форума не обошли вниманием и еще одно казахстанское достижение – завершение переговоров об условиях вступления во Всемирную торговую организацию. Дана Нуржан, Тимур Алтынбаев, Хабар, Санкт-Петербург.